Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь готова оказать Донецку помощь в восстановлении региона. Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Белорусский лидер подчеркнул, жителям республики тяжело находиться в условиях военных действий. В этой ситуации Беларусь готова помочь тем, чем может. Между тем, Донбасс намерен перенять наш опыт развития сельского хозяйства. Высока заинтересованность в машиностроении, в частности, поставках карьерных самосвалов и техники Минского автомобильного завода. А также в экспорте запчастей и организации техобслуживания для БелАЗов, которые уже работают на Донбассе. Местные Бэнкси в Бобруйске продолжают бороться с трафаретчиками наркошопов. Время – деньги. Ежедневно коммунальщики закрашивают десятки надписей. Все это – ресурсы. Не раз так называемые графисты попадали под уголовную статью. В мае прошлого года двое молодых людей, помимо нанесения рекламы наркошопов, хоронили при себе альфа-ПВП. Эти все надписи, они не украшают наш город и не приносят ему красоту. Очень хочется, чтобы жители нашего города Бобруйска любили свой город, прививали своим детям правильное воспитание и уважали труд работников коммунальной службы. Завуалированное зло. Более 80% психотропов продается в интернете. Схема проста. Сбыта бесконтактным способом через популярные сервисы. Оплата электронными кошельками. Получение в условном месте. Вербуют для этого обычно молодежь. Статей в законе, по которым полагается ответственность, не одна. Поэтому правоохранители советуют включать голову и не вестись на легкие деньги. Инициатива «Единство действия. Результат». В Могилевской области стартовал первый региональный форум. В центре внимания диалог о современных подходах в развитии местного самоуправления. Депутаты, представители ИЦТОСов и активные горожане обсудили вопросы благоустройства и озеленения дворов, социального обеспечения и поддержания правопорядка. Татьяна Горбач разбиралась в нюансах. Мозговой штурм и живой обмен мнениями. Участники первого регионального форума делятся современными подходами в развитии местного самоуправления. В зале заседаний горисполкома спикеры от Могилева и Бобруйска. Депутаты, представители ИЦТОСов, активные горожане. В фокусе внимания вопросы благоустройства и озеленения дворов, социального обеспечения и поддержания правопорядка. Что-то люди решают сами на местах, а где-то обращаются к властям. Их главная опора – неравнодушные жители, которым не безразлично жизнь малой родины. Необходимо на пленарном заседании выработать те подходы, которые лягут в основу готовящегося закона о местном самоуправлении. Это крайне важно для того, чтобы те инициативные люди, которые сегодня есть в руководстве СТОСов, они не бегали, не выпрашивали, а был четкий механизм реализации гражданских инициатив. От теории к практике. Участники форума берутся за лопаты и лейки. В парке семейных деревьев в молодежном микрорайоне появляется «Аллея мира и созидания». Десятки юных клёнов, грабов и лип обретают постоянную прописку. К эко-челленджу присоединяется мэр города. Свежий воздух и физический труд приносят пользу для здоровья, заряжают энергией и позитивом. За время проведения этого мероприятия мы смогли убедиться в том, что жители Бобруйска – это те люди, которые искренне любят свой город, искренне любят свою землю, потому что с такой добротой и таким теплом относиться к каждому клочку земли в своем городе – это дорогого стоит. Безусловно, сегодняшнее мероприятие – это в первую очередь обмен опытом между органами территориального общественного самоуправления города Бобруйска и города Могилёва. Это те люди, которые сегодня объединяют инициативных тех людей, которые сегодня заинтересованы в развитии города Бобруйска, города Могилёва. Поэтому обмен опытом для нас очень важен. Следующая остановка – одна из самых современных школ в стране – 35-я имени Батова. Здесь по самым передовым методикам обучаются более полутора тысяч ребят. Мальчишки и девчонки осваивают предметы в оборудованных по последнему слову технике классах и лабораториях. Особая гордость – библиотека, внушительный фонд, выход в интернет и сотрудничество с национальной сокровищницей знаний Беларуси. Здесь же комфортный бассейн из двух аквазон, большой 25-метровой чаши с шестью дорожками и так называемого лягушатника с более теплой водой для самых маленьких. Город Бобруйск – красивый, уютный, комфортный город для жизни. Не просто бобруйчане его любят, не просто бобруйчане создают эту красоту своими руками. Сами жители благоустраивают свои места отдыха возле домов, парки, скверы. Это самое дорогое, что может быть у города, когда его любят его жители. И большие, и маленькие. Дальше знакомство с градообразующим предприятием Бобруйска. В центре внимания история и современность Белшины. Плюс экскурсия по заводу сверхкрупногабаритных шин. Участники форума с интересом наблюдают за всеми тонкостями технологического процесса. От поступления сырья и изготовления резиновой смеси до вулканизации и проверки качества изделий. Я очень благодарна организаторам данного форума, потому что очень много интересного. Мы узнали о городе Бобруйске. Город Бобруйск очень сильно изменился за то время, пока я здесь не была. Шикарный город, красивый город. Региональный форум проходит в Бобруйске и Могилеве. Завершится 20 апреля. Впереди насыщенная программа, круглые столы, диалоговые площадки, выставки, интерактивы и презентации, инициатив. Все для того, чтобы дать дополнительные стимулы для развития местного самоуправления и эффективного сотрудничества органов власти и населения. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск 360. Приемная кампания, новые правила и выгодная стоимость. В стране в седьмой раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. Что почем? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С мая на 5% повышаются все виды трудовых пенсий. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца. В среднем для тех, кто вышел на заслуженный отдых, сумма 705 рублей. На 21% больше по сравнению с прошлым годом. Всего же на выплаты из бюджета направят 1,5 млрд рублей. Изменения коснутся свыше 2 млн человек. Старт приемной кампании 2023 ориентировочно намечен на 17 июля. А вот сроки проведения вступительных испытаний в ВУЗы и этапы зачисления будут схожи с прошлым годом. Но с разницей в несколько дней. К слову, в 2023-м на бюджет высшие учебные заведения дополнительно выделят 600 мест. Всего же планируют принять свыше 28 тысяч человек. В стране в седьмой раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 29 копеек. 95-й дизель в 2,39, 98-й в 2,61. Последнее подорожание было в конце июня еще в 2022-м. Затем долгое время стоимость оставалась неизменной. А 6 марта 2023-го взят курс на еженедельное удешевление. В Беларуси возятся новые правила работы аптек. Теперь открыть фармацевтическую точку можно только в случае, если в радиусе 500 метров нет подобных учреждений. Исключение – торговые центры. К тому же с июня препараты по рецепту больше не будут продавать в аптеках пятой категории. В основном это коснется частных структур из-за постоянных нарушений. В Беларуси набирает обороты акция «Неделя леса» в Нагрёвской области. Уделят особое внимание тем участкам, которые больше всего пострадали от прошлогодних буреломов. Это порядка 3700 гектаров. Там не только высаживают деревья, но и наводят порядок. Количество участников свыше 12,5 тысяч человек. К слову, восстановительные работы начали еще в прошлом году. Закончить их планируют весной 2024. Добрая традиция. 22 апреля в Бобруйске, как и по всей стране, пройдет республиканский субботник. Присоединиться к трудовому марафону сможет каждый. Горожане займутся благоустройством дворов, парков и скверов. В преддверии Дня Победы особое внимание уделят наведению порядка в местах боевой и воинской славы. Инвентарь в ЖУ найдется для каждого. Считаю, что убирать город – это очень хорошее дело, чтобы все было чище, экология была лучше. Ну и в целом, чтобы было приятнее ходить гулять и наслаждаться видами такими красивыми. 50% заработанных на субботнике денег пойдут на реконструкцию мемориального комплекса узником Азарического лагеря смерти. Вторая половина – на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Местный «Дримленд» – городской парк культуры и отдыха на низком старте перед открытием сезона аттракционов. Летающая тарелка, сальто, калипсо, веселые горки и сюрприз – все готово к приему посетителей. Первой испытала карусели наша съемочная группа. В юном месяце апреля, в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. В городском парке, как в песне, качели начинают свой разбег. Здесь во все наводят лоск к открытию сезона. Докрашивают ограждения, ремонтируют сцену, освежают внешний вид лавочек. Но главное – диагностируют оборудование каждого аттракциона. Все 16 в полной готовности принимают первых посетителей. Для любителей экстрима отлично подойдет аттракцион «Орбита. Частота вращений» – 13 оборотов в минуту. Чтобы не улететь на Марс, есть поручни. Время на выброс адреналина – 3 минуты. Официальное открытие сезона аттракционов уже в эту субботу. Сюрприз – сальто, калипсо, топ-3 для взрослых и детей постарше. Бурю эмоций можно получить и на автодроме, а оторваться от земли – на летающей тарелке. Начало в 11 часов. Для тех, кто проголодается, всегда рядом уличная торговля. На центральной аллее в 11 часов начнут работать мастера декоративно-прикладного искусства. В 12 часов на большой сцене начнется концерт. А в 15.30 уже на малой сцене запланирована развлекательная программа улицы родного парка. Будет весельно интересно как взрослым, так и детям. Юным посетителям в самый раз будут веселые горки, солнышко, мини-джет и школьные качели. Кроме того, на территории разместятся надувные батуты. В этом году ценовой диапазон будет варьироваться от 2,5 до 4 рублей. А для многодетных семей и инвалидов билет на все аттракционы обойдется в 2 рубля. Мы очень близко живем, сюда очень часто, чуть не каждый день приходим, после садика особенно. Какие любимые карусели? Веселая горка и батуты, солнышко. С ребенком особенно, когда я дома, по выходным мы приходим сюда. Мне нравится наш парк, очень красивый парк, удобный. Развлекательная программа в субботу продлится до самого вечера. Есть хорошая новость и для молодежи. Теперь по воскресеньям с 4 до 6 вечера будет проходить детская дискотека «Танцевальный бум». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»